Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 18 мая, 7 утра, солнце уже поднимается. Нужно поскорее успеть сейчас в теплице пропосынковать. Там какую-то часть томатов, которая уже разрослась. Вчера целый день посвятили тому, что дали капельный полив растениям. Зато как приятно, выйдя утром, видеть не сухую землю, которая вся хрустит, уже такая нехорошая на вид, а увидеть вот эти вот влажные ряды с мокрыми пятнышками около каждой лунки. Зрелище великолепное. Мне так нравится, что каждая луночка. У меня спрашивали шаг капельного полива. У меня 20 сантиметров шаг. Я первый год ошиблась, взяла ленту с большим шагом, там то ли через 30, то ли через 40. И нам этого недостаточно. Оказывается, там потом я уже прочитала статьи, когда начала изучать, что если песчаный грунт, то нужно брать шаг поменьше. Вот теперь я все беру ленты 20 сантиметровые. Потому что когда 30 или 40 сантиметров, иногда получается, что она в лунку не попадает. И, ну, растению меньше достается. Ну, короче, мне вот понравились 20 сантиметровые ленты. Нынче я еще, к сожалению, я у нас в городе ни в прошлом году не смогла купить, ни нынче заказываю через интернет, из московского, по-моему, какого-то интернет-магазина. Вот сегодня еще приехала мне лента капельная. Будем продолжать усовершенствовать огород. Сейчас покажу, как в теплице в большой, тоже они довольны и все напоенные у меня. Все зрители, без исключения, когда я показываю вот эту теплицу Уральская легенда, все в один голос говорят, ну, вот кто пишет комментарий, что шикарная теплица, очень хорошая, просторная. И я вот хочу эту теплицу довести до совершенства. Во-первых, и большую бочку специально для нее купила, вот этот куб. И тут у меня будет, вот уже тросовая система подвязки натянула, будет на этих, на шпалерах, как все нормальные люди выращивают. Осенью сделаю грядку, вот эту подниму, будут высокие грядки, и обязательно сделаю подогрев. И на будущий год именно в этой теплице хочу получить первый урожай. Ну, короче, раз я за нее отдала такие большие деньги, я хочу, чтобы она была идеальная, действительно роскошная. Та, в которую зайдешь и выйти не захочешь назад. Вчера уже сделали здесь полив. Сейчас покажу. Кто вчера не смотрел ролик в видеообзоре, я показываю так, как все объекты свои. Сейчас и капельный полив посмотрим. Вчера, когда я вечером снимала и показывала, что 400 литров вылилось, это было мало, потому что даже круги вот эти мокрые, сейчас покажу, вокруг томатов, они не в сплошную линию не сошлись. Сейчас вот здесь отметка 300, то есть из тонны осталось 300 литров воды. Это значит 700 литров уже слилось. Вот мы вчера после обеда ее, по-моему, включили. Вот по этой трубе она идет. Я вам показывала, что она идет сюда. И вот представьте, насколько было все здесь пересушено. Это был первый такой основательный полив. До этого же я так немножко из леечки, ну как, только поддерживала в них жизнь. Представьте, 700 литров воды вылито. Только после этого вот эта вот их грядочка увлажнилась. И как редком. Но эта влага еще даже, видите, даже за борта не вышла. Ну, короче, первый раз я решила пролить их основательно, потому что они здесь месяц уже высажены. Не видели вообще влаги. Как на недопитии были. У них постоянное, как чувство голода было, их начинаешь поливать из лейки, а на земле прям вот так делает, как хлебает. Хочу полить их полностью. Не знаю, правильно делаю или нет, но хочу вылить всю воду и первый полив. Пусть это будет основательный, потому что они цветут. Я в прошлом году говорила, что в фазе цветения, опыления и начала плодообразования им нужен повышенный полив. Вот они не должны сидеть в этой в сухоте. Вот сейчас мне кажется, что даже они толще стали за эту ночь. Еще хочу обратиться к зрителям насчет этого куба. Начиталась с комментариев. Многие пишут, что куб нужно красить в черный цвет. Что если не покрасить, что вот в таком прозрачном вода зацветает, что фитинги забьются. Пожалуйста, напишите, а можно покрасить не в черный, например, а в зеленый? Ну не хочу я красить его в черный цвет. Черный цвет я вообще... Ну, не по душе мне будет этот куб черного цвета. У нас есть зеленая краска. Мне муж предлагает, давай зеленый покрасим. Я говорю, я не знаю. Напишите, пожалуйста, все красят черный цвет? Это обязательное условие или нет? Или можно зеленый, синий, например? Буду очень рада любому ответу вашему. Как я уже сказала, вот в период массового цветения, в период плодообразования, томатам требуется очень много воды, ну как повышенный полив. И вот эти малыши, которые все-все-все у меня уже в помидорках, конечно, им тоже требуется полив. Но ясно, что здесь на заваленках никто им капельный полив не проведет. И вот мне вчера опять со шлангом, вот по этим, по заваленкам, по заваленкам, полдня шарилась по заваленкам, поливала вот этих малышей. Мне их жалко, они хотят дать столько плодов, но если я их буду не дополив, если они ощутят, то плоды будут намного мельче, но им просто не хватит влаги, чтобы налились вот эти плодики. А завязей очень много, несмотря на то, что они вот это завязывали, представьте, плюс 3, когда температура у меня была. И я показывала вам, что вот все это, ну как все цветочки в это время отцвели, а пали и маленькие плодики были. Были ночи холоднючие. Если уж они пережили такие холодные ночи, то я просто обязана вот в период такой засухи дать им побольше воды. Вот вчера до позднего вечера со шлангом и дорожки увлажняла в надежде, дорожку-то легче увлажнить, положил шланг и все в надежде, что корни может быть с дорожки будут убрать потом, потому что вот эта насыпная грядочка, она высыхает побыстрее, чем вот эти дорожки. Полив, полив, и еще раз полив. У меня сейчас все направлено на то, чтобы они не чувствовали вот этой, и чтобы они не испытывали жажду, потому что все, даже вот эти томатики, сейчас покажу, вот сегодня полив вот этой грядки тоже должен быть усиленный. Даже маленькие томатики, которые высадили не так давно, они уже и цветут, и образовывают плодики. Это значит, им нужна сейчас вода, вода и еще раз вода. Кстати, вот когда дырочки показывала, вот еще один, почему-то хожу по огороду, мне кажется, дырки это колорадские жуки, и откуда-то в этом году очень много колорадских жуков. Хотя здесь у нас картофеля не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом. Откуда они взялись, прилетели, я не знаю. Сидят и на баклажанах, и на перцах, и на томатах, и даже на сорняках. Как бы не пришлось делать сплошную обработку всего огорода, но везде сидят эти колорадские жуки. И, конечно, после них дырки. Читала сейчас утром комментарии. Я встаю в 6 утра, и так проглядываю комментарии. Интересные вопросы какие себе, ну, как делаю заметку, может быть, какое-то видео снять. И вот Любовь Кобзева из Франции написала, что... Ну, вот я вчера, когда говорила, что раз я эти экзотические теплолюбивые сорта насадила в этом году, ко мне тепло пришло, ну, это не я сказала зрителей, а те, кто купил вот эти сибирские сорта на юге, к ним холод. Ну, она написала, да, действительно, я во Франции тоже посадила сибирские сорта, и у нас прохладно. Но она пишет с радостью, потому что жару, наверное, тоже не хотят. И еще прочитала интересный комментарий Анны Астаховой, которая написала, что хорошо, когда вот, ну, с мужем смотрите в одном направлении, там, трудолюбивая семья. Хочу открыть вам секрет. Мы не смотрим в одном направлении, никогда не смотрели. Если у меня это труд в огороде, удовольствие, то у него это принудиловка. Вот как я вспоминаю, в фильме показывают, помните, раньше в колхозах пока определенное количество трудодней не отработаешь, ты не можешь там, ну, что-то на себя работать или что, так у него весна, принудиловка, работа. Он-то смотрит не в том направлении, куда я, а у него немножко глазки косят в другую сторону. Он хотел на рыбалку уехать в эти выходные. Но тут, когда встал вопрос ребром, у меня умирают растения от жары. Что важнее, или жизнь моих растений, или рыбалка, рыбу, после которой даже кошки не едят. Но она мелкая тут у нас. Он понял, что лучше от греха подальше. Сначала поставить все мне эту бочку, куб протянуть. Он для чего это делает? Он сейчас все мне установит. Ну, все, где нужно, это вмешательство мужской, там, грубой силы. И потом я все лето не буду его трогать. Потом езди хоть на рыбалку, хоть просто лежи у телевизора. И каждый человек получает от этого свои плюсы. У меня плюс весной. Я вот так вот как под давлением его заставляю. Он все-все-все мне сделает. Потом лето свободен. А у меня зато все быстро, в кратчайшие сроки устанавливается. Им уже охочется, как поскорее от меня отделаться. Я потом его уже не трогаю. Ну и кто смотрит мои видео давно, они, наверное, поняли, что раз он мне дарит вот эти лопатокопалки для ускоренного копания. Для чего? Для того, чтобы я его не просила копать. Я простой лопатой не могу копать, и раньше он принимал участие в копании земли. Теперь все, он от этого освободился. Он мне купил две чудо-лопаты. Я его весной даже не ищу и не прошу вскопать. Я понимаю, человек работает всю неделю на работе. У него два выходных. Ему не хочется еще эти выходные убить на огороде. Хочется, может, на природу там поехать, посидеть действительно с мужиками с удочкой. Но вот он должен отдать мне количество трудодней, которое необходимо для свободной летней жизни, и потом все. Поэтому про взгляды в одном направлении я даже засмеялась и про себя подумала. Да, кто-то смотрит туда, кто-то косит глазом в другую сторону. Все, до свидания. Я желаю нашим женщинам, чтобы мужчины или по своему желанию, или по принуждению все-таки помогали нам в огороде. Но вот у меня помощь мужа заключается только вот весной. Мне надо все устроить, все эти бочки наладить, все подключить. Я бы и сама вот это подключала, но я вот с этими хомутиками, тут надо хомутики натягивать. Если вот это вот, тут какая-то у него сварка, какого-то он тут всякими этими болгарками режет. Я боюсь вот этих инструментов. И до этого я еще не дошла, но надеюсь, что никогда мне самой это не придется делать. Не люблю я все вот это железное, металлическое инструменты. Все желаю женщинам, чтобы наши мужчины помогали им. Еще раз повторю, хоть под принуждением, хоть по своему желанию. Мне, например, не важно. Я знаю, что он огород не любит, он потом все лето не будет заходить. Я его сюда и не тяну. Отдай свое количество часов рабочих, и все, свободен. До свидания.